вы представляете если у вас где-то подтекает это отличный вариант мы с вами запечатываем сегодня дырочки страшный тайфун ушел на монголию казахстан уже захвачен циклоном но нас он сегодня не заденет потому как мы подготовились к этому основательно и защита нашего участка идет полным ходом в принципе все что мы планировали по этому строительному сезону мы завершили я перечисли некоторые моменты мы протянули всю электрику первого и второго этажа отштукатурили стены и у нас остался один главный вопрос который мы не завершили это гидроизоляция подвала я планировал делать отмостку погода дает свое вот вчера я ходил футболки сегодня я хожу в кофте завтра я возможно буду снова футболки ходить а возможно одену пуховик я принял такое решение во-первых заказал технику отсыпал какую-то часть участка песком завез с углинок с углинком мы с вами сейчас отсыпем уровень будущей отмостки я планирую обязательно зачеканить отверстия которые у нас имеются в фундаменте напомню как они появились для того чтобы стягивать опалубку при изготовлении нашего сокольного этажа я придумывал систему я втыкал простые водопроводные пвх трубы сечением 20 в них вставлял десятку это была десятая шпилька и стягивал щиты опалубки почему я не использовал шпильки просто в бетон это было бы конечно проще и мне наверное была большая экономия но у меня была рациональная мысль я решил что эти шпильки в в дальнейшем я буду использовать для фиксации майорлата к бетонному армопоясу стены именно так я и поступил большая часть шпилек ушла именно на майорлат нашего дома какая-то часть шпилек осталось на то чтобы делать хоз дворы но тем самым у нас выплыла проблема которую мы сейчас с вами видим через вот эти отверстия под землей у нас сочится вода как с этим бороться и что делать я спрашивал у вас в предыдущих нескольких видео и вы мне дали очень много хороших рациональных ответов сейчас Женя для вас зачитает некоторые основные такие выдержки которые были у нас на канале ну ничего вы не против такой локации мне кажется прикольно единственное вот это нестриженное поле ну ладно поехали Талда Талда пишет здравствуйте скажите пожалуйста почему вы не стали использовать фундаментные блоки заранее спасибо во-первых я посчитал по себестоимости изготовления с фундаментными блоками складывания самой стены это работа крана работа рабочих и так далее так как у нас был план строить дом своими руками и только своими мы конечно же от них отказались и решили что мы будем строить серьезный мощный дом на долгие годы тем более что я работал на оборонном предприятии тогда и все советы я получал от нашего главного архитектора который говорил Денис только монолитный дом не взорвется в случае ядерной атаки да 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 пеноблочный дом построил молодец мы начинали то с монолитного же подвала да я просто потом ближе уже к пеноблоку ушел с той работы поэтому одумал все пошло нормально да и стал просто дешевле портной написал дегидрол 5 просто катаешь колбаски и в отверстие трамбуешь палкой этот вариант честно говоря у нас сейчас там как это как самый основной александр арефьев берется перфоратор с буром диаметром равным диаметру трубки и трубки высверливаются а это к вопросу о том что у нас как бы трубки а как и как убрать наверное да это хороший вариант мы кстати его наверное сейчас и будем испытывать я делал фундамент с фбс потекли все швы спас дегидрол 5 привет из красноярска привет красноярск да да кстати ну вариант это вариант забивание пенетроном ничего не даст правильно делать обмазочную гидроизоляцию потом сплавляя с выпусками из-под плиты поднимать по стенкам цокольного этажа желательно еще и стены лучше всего скреплять арматуры дешевле быстрее надежнее просверливаешь отверстие в опалубке с двух сторон потом привариваешь небольшие отрезки арматуры 3-4 сантиметра при демонтаже опалубки срезаешься болгаркой отличнейший совет и я советую так делать но есть один момент я почему так не стал потому что я знал что буду покупать шпильки для крепления майорлата и мне в любом случае их надо было покупать я подумал эти шпильки я пока использую сюда а потом их просто установлю в майорлат то есть вы поняли да это вот как раз армопояс второго этажа туда устанавливается шпилька к ней потом фиксируется майорлат деревянный прикручивается эти шпильки в любом случае покупать почему бы нет именно поэтому же я не стал использовать шпильки без трубки то есть можно было просто на шпильке вкрутить опалубку а потом обрезать шпильки и все и без проблем но так как мы решили использовать второй раз мы ставили пнд трубу эту не пнд а пвх к сара конор о это из прошлого посмотрите или будучи там все сложно посмотрите хороший вариант есть у дегидрола муж долго выбирал для нашего подвала обязательно сара мы посмотрим и изучим этот вариант потому как да я сейчас все возможные варианты изучаю алексей гущин написал раствором дырки забить потом праймером и техноликоль наклеить потом пенопластом утеплить именно так мы и сделали снаружи у нас идет только не пенопласта экструдированный пенополистирол потому что пенопласт имеет открытую также ячейку и если он напитывается водой он не работает у меня вопрос если у нас вот эта вот вся поверхность которая находится под землей то есть гидроизолированная утеплена до пенополистиролом почему тогда вода каким образом она попадает как-то за гидроизоляцию или как каким образом попадает в эти дырки а потом из дырок как бы соответственно в подвал снизу вода у нас никак не заходит потому что уровень грунтовых вод у нас очень низкий это верховодка так я должен сразу вам сказать один момент ребят если вы думаете что у меня нет об одной дренажной системы вы конечно же заблуждаетесь заложение фундаментной плиты у нас проходит ливневая дренажная канализация и труба оттуда идет под землей и уходит вот в этот дренажный колодец котором у меня по проекту потом будет стоять дренажный насос и воду будет откачивать и выбрасывать ее наружу но пока у меня нет такой потребности что я могу сейчас сказать по вот этому дренажному колодцу это то что эти труба вот она находится ниже уровня фундамента из нее сейчас не капает хотя видно что вода в колодце есть просто я не откачал и весной то же самое количество воды и там и находится то есть этим самым можно с вами смело понимать что уровень грунтовых вод у нас не поднимается соответственно фундамент попадает верховодка выглядит это примерно так осенний период дождей активно напитывает грунт вокруг фундамента после чего зимой это все замерзает у нас сухо приятно фундаменте все хорошо весной когда сходит снег первая оттепель начинает отогреваться грунт и влага которая была в нем начинает через всякие разные щелки искать дорогу в максимально низкую емкость этой емкостью оказывается наш фундамент и по сути защита нашего фундамента это вот только от верховодки когда я сделаю отмазку конечно же эта проблема уйдет но в данном случае сейчас она есть и нам надо ее каким-то образом с вами решить так не совсем удобный ракурс но тем не менее здесь я могу рассказать в полной мере как это все работает фундамент был обмазан на него и нанес гидроизоляционный слой с помощью газовой горелки и сверху на клей пену я наклеил экструдированный пенополистирол 5 сантиметровой плотности ну и конечно же потом была обратная засыпка но моя система где-то дала сбой и у нас фундамент немножечко подтекает да и подтекает так что весной мы имеем 10-15 сантиметров воды в фундаменте я обычно когда снег сошел все классно грунт уже весь открытый я думаю все классно все мы защитили фундамент у нас не течет и буквально через недельку приезжая туда там все течет отсыпали обратную засыпку когда начинается пучинистость грунта на все равно где-то рвет гидруху то есть в любом случае чтобы ее защитить прям полностью это прям серьезный процесс который прям дорогостоящий и ребят для вас момент если у вас высокий уровень грунтовых вод подумайте нужен ли вам цоколь потому что гидроизоляция займет ну немалую часть средств я серьезно говорю почему нельзя запенить трубки это пишет сабиров по поводу пены так который не спасает да 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 дыни сколько даже наоборот пена это губка которая воду пропускает на ура я вам серьезно говорю мы просто мы с этим столкнулись она протекает утеплить чтобы не допустить промерзание уложить мембрану планкет для защиты утеплителя при обратной засыпки и чтобы влага и конденсат не задерживалась на стенке и не скатывалась вниз если грунт сильно влагой насыщенный то необходим дренаж и водопонижение григорий я все понял григорий вы все здорово рассказали но вы рассказали это про уличную часть которая у меня уже закрыта под землей и именно так мы и сделали то есть мы вниз опустили гидроизоляцию снизу заклеили гидроизоляцию которая была на плите все это вместе соединилось потом мы обклеили ппсом сделали дренажку у нас есть ливневая канализация которую я уже показывал но верховодка где-то находит дырочку поэтому наша задача осталось сейчас зачеканить эти отверстия отмостку сделать в этом году мы не успеваем ищем способ избавиться от воды да мы ищем способ быстрого избавления от от воды от воды от чего я не знаю так ладно берешь ватерстоп забиваешь его как можно глубже есть пробки есть лента все подойдет потом замазываешь гидросом пенетрон тоже хорошо ребят ну блин вы да вы прям вот классные даете комментарии дорогое вещество ну да это одно из самых дорогих на рынке материалов поэтому давайте будем как бы рационально что-нибудь такое типа цена-качество искать вот все хорошо откуда деньги зин алексей вот все хорошо откуда деньги зин это из песни знаешь типа зин ну это высоцкий это высоцкий моментом зин нет но я что-то помню какие-то песни ну типа откуда деньги ребят а эти копеечка копеечку бережет или как там правильно говорится мы копейка рубль бережет да и просто для примера вам скажу за границей мне были лет 12 вот горный алтай от нас 100 километров и там мы тоже бываем один раз в год сезон да так с трубками ты конечно себе геморроя подсыпал ребят мы без него как бы не живем но у нас такая задача мы его мы строим сами поэтому это мы ищем легких путей я очень долго и тщательно выбирал из всех предложенных вами вариантов на самом деле мой выбор стал очевидным после общения с соседом когда я пришел к нему пересказал ему все ваши комментарии он сказал денис конечно же дегидрол тем более что я его использую в своем доме посмотрел как у него это работает а работает это у него нормально и уже третий сезон кстати и решил что наверное этот материал будет оптимальным но у него правда немножко другая проблема у него фундамент не монолитные сложены из фбс блоков и также верховодка его очень сильно мучает поэтому он сделал просто он проштробил все примыкания блоков друг другу и замазал их вот именно дегидролом номер пять и он говорит что этот вариант самый оптимальный я посмотрел сравнил это с вашими комментариями и принял решение что да на моей стройке будет он ну и вторым таким отличительным моментом стало то что просто по финансам он на порядок дешевле чем его аналоги не буду рассказывать потому что получится как виде рекламы антирекламы это не ну некрасиво правильно дальше были недолгие переговоры с менеджерами советы я посмотрел все возможные варианты и остановился на нем ну ругать меня или хвалить это уже ваше дело и я хотел бы от вас услышать максимальное количество комментариев по этому поводу прав я или не прав потечет ли это весной или нет ребята это невероятно быстрая доставка всего за три дня ко мне пришел тот груз на самом деле с красноярска до нас где-то около полторы тысячи километров я восхищен осталось дело за малым мы с вами запечатываем сегодня дырочки у меня больше не будет протекать подвал это же ну это я не это круто это круто я я просто рад ребят ребят секундочку секундочку внимание пожалуйста вы видели вы видели вы видели я пристегнулся да это это ваша заслуга только ваша друзья только ваша столько ваша потому что я взял камеру у меня сразу воспоминания они же не в каждом ролике говорят пристегиваться и я сделал это это ваша заслуга спасибо на самом деле строительный сезон как бы заканчивается но не заканчивается у нас потому что у меня есть такой блокноте в которой я записал свои идейки на эту зиму и умеет там просто бомбическое количество кто еще не подписан советую подписаться потому что вы можете пропустить а кто подписан давите на кого девушка проходите что же у меня сзади было что было сзади сзади у меня был сумка с камерой и всеми притчиками да блин жаль печально все понятно спасибо забираем нашу посылочку прием и выдача груза нам сюда на самом деле я пока понятия не имею как это все работает но я думаю что вот это и есть сопроводиловка которая скорее всего все указано как мне этим пользоваться и как это собственно говоря в дырочки там засовывать потому что я посмотрел материал то там какой-то полусухой но я всем объясню все научу все покажу ну сначала конечно сам изучу и потом вам обязательно так пристегнуться мне интересно можно я открою прямо сейчас хотя понять что там внутри просто короче как этим пользоваться мне дали ребята из компании дигидрол количество в 60 килограммов так сейчас сумму потом скажу вам ребята сегодня мы работаем вместе с женой с моей мои помощники уже подъехали и мы сейчас переодеваемся и начинаем работать с вами в подвале без дела мы не сидим привет вы будете мне помогать кому сегодня повезло мне сегодня повезло потому что мне купили новый костюм пойду одену класс 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 а вот дети летают ну ка давайте покажите что вы тут делаете у нас получается отверстие 20 диаметра под эту трубу который надо будет зачеканить перебрал все возможные варианты но решение пришло само собой многие говорят что то что вам не нужно было более трех лет берите смело и выбрасывайте в гараже но мы не выбрасываем что мне попалось вот такая штукенция здесь раньше было два крепления ей можно было протирать стекло вот отпиливаю вот эту часть и она прямо в аккурат заходит у нас для чеканки отверстий под наши требования то есть на 40 сантиметров но плюс если мы это будем колбаску засовывать туда в отверстие и что-то отпилю это как раз будет для зачеканивания самое то вот да так ребята всегда степень защиты главное одевайте очки да и включайте себя в розетку это полезно я глянем как это работает подвале вечерняя очень интересная работа мы приберемся вот этой замечательной комнате а теперь смотрите поп и вот так просто буду запрессовывать вот в этой комнате нам необходимо убрать все что примыкает к этой стене поэтому мы очистим эту стену эту и эту стену и заодно приберемся у нас тут свинарник просто страшно для этого я зову своего помощника и мы работаем вдвоем ребят я понимаю что вам это не совсем интересно смотреть поэтому давайте я сделаю вот так смотрите друзья сейчас возможно кто-то это сочтет за рекламу но я хочу сказать что подготовился к этому видео досконально потому как материал не дешевый но это не мешок цемента вы понимаете поэтому я хочу рассказать об этом подробнее что мне понравилось ребята из компании digidrol во первых очень хорошо идут на контакт во вторых они прислали мне всю документацию сопроводительную которой полностью расписано как использовать этот материал и самое главное что именно вот этот digidrol 5 он полностью соответствует моим требованиям по конкретно моей задачи и сегодня мы запечатаем с вами эти отверстия сделаем это правильно качественно и я надеюсь следующей весной когда у всех начнется половодие верховодка мы с вами в этом цокольном этаже ходить по сухому полу а не так как мы ходили вот в этих кадрах этой весной как я говорил сегодня я работаю не один и моя помощница сейчас начнет делать первое главное дело это очистку отверстий от старой пены монтажной и всяких гадостей которые в этих дырках скопились за шесть лет нашей эксплуатации дома поехали сам процесс является вообще не сложным достаточно запомнить основные этапы первое подготовка обрабатываем поверхности мы должны избавиться от всего рыхлого бетона от всех инородных частиц в нашем обрабатывающем конкретном месте в данном случае отверстия из-под пвх труб да кстати чтобы кальматирующий добавки данного материала работали правильно необходимо избавиться еще и от глянцевого слоя который сформировался в самих отверстиях поэтому при выштрабливание монтажной пены я еще делал небольшой радиус для того чтобы удалить глянцевый слой из бетона и и надо знаешь как даже не так крутить а вот туда-сюда верно движение подготовка в поверхности включает себя удаление рыхлых материалов старого бетона а также всех инородных частей которые в нем содержатся в нашем случае это была монтажная пена потому что я так хорошенько запенил все эти отверстия думая что они могут задержать воду на самом деле монтажная пена как казалось это губка которая очень хорошо пропускает через себя воду так еще мне надо извлечь вот такие пластмассы я делаю это простым путем я вам покажу делается это на самом деле крайне просто для этого нужна всего лишь мужская сила думаю женская справиться мы вставляем плоскогубцы в отверстие берем вот так и и и и и слушай но наверное поэтому и не выдернул их что ну да насчет женской руки я конечно немножко переборщил как говорится смекалка выручает кручением шатанием давай в ручку-то теснее пушки ну не идет нагреть охладить а точно все держи я вспомнил сейчас вам покажу я же так уже делал и после очистки обрабатываемой поверхности ее обязательно необходимо обеспылить и тщательно прогрунтовать грунтовать можно двумя путями если вы просто предупреждаете возможное капиллярное выделение влаги а не боретесь с конкретными утечками то можно в принципе пользоваться простой грунтовкой которую я использовал для грунтовки стен но правильнее будет использовать сам дигидрол соотношение воды 016 литра на килограмм материала но помните после обработки поверхности составом дигидрола нужно дать высохнуть этой поверхности не менее полутора-двух часов увлажнение сухих бетонных кирпичных и так далее поверхностей необходимо делать на глубину не менее двадцати миллиметров для этого оптимальным вариантом было бы 2021 и послойное грунтование этих поверхностей и так следующим этапом будет приготовление раствора для того чтобы заделать штробу нужно приготовить раствор и соотношение 0 11 0 14 литра на 1 килограмм материала для того чтобы обработать поверхность 0 14 0 16 литров и для того чтобы ее загрунтовать 0 16 0 19 литра на один килограмм материала в принципе это запомнил просто сходу сложного ничего нет самый правильный вариант приготовления раствора это доливать понемножку воды из расчета которую я назвал только что и смешивать миксером то есть не сразу вылили воду и засыпали материал а понемногу вы увидите как формируется сама пропорция из этого уже будет делать свои выводы на самом деле мне моим помощником хватило всего лишь двух замесов для того чтобы разобраться в этом досконально и уже работать не торопясь не спеша не паникуя как это было 30 минут назад при приготовлении ремонтного гидроизолирующего состава я выявил интересный факт при недостаточном количестве воды состав комкуется в маленькие шарики и просто рассыпается в ведре при чрезмерном количестве воды жидкость превращается сметанообразный раствор которым невозможно работать он просто не катается в колбаске и при правильном затворении раствора у вас получается интересный такой момент работая миксером вы как бы гоняетесь за шариком раствора но если вы замешали килограмм полтора смеси конечно если больше то наверное это выглядит как-то по-другому но я не советую вам замешивать более полутора тире двух килограммов если вы работаете вдвоем четвером конечно можно побольше вы просто не успеете изработать весь раствор и он замерзнет при длительном использовании приготовленного раствора более 10 минут советую постоянно его перемешивать не замешивайте больше раствора чем вы можете изработать за 20 минут сначала мы замешали килограмм попробовали поняли что мы можем замешали 2 килограмма больше замешивать для двоих мы не стали потому что мы просто его не успеем выработать кстати друзья что мне понравилось как только я позвонил в компании дик дролл мне сразу же представили своего личного менеджера который полностью мне объяснил все нюансы все моменты по использованию этого материала в моей конкретно проблеме ну и конечно же я похвастался тем что я веду блок на что мне была предложена неплохая скидка и совет также помочь своим зрителям чем я с вами сейчас и делюсь друзья каждый кто позвонит в компанию дигидролл вот ссылку я оставлю для вас специально в описании и назовет промокод от названия нашего канала строим дом своими руками получит также скидку 10 процентов что я считаю очень даже неплохой такой ништячок я думаю для кого-то из вас это очень даже пригодится и так почему я выбрал дигидролл 5 1 совет соседа второе цена на материал и третье что мне очень понравилось высокопрочный безусадочный ремонтный и защитный материал друзья подытожим хочу сказать что данную работу выполнять мне очень понравилось я не считаю ее сложной конечно же было проще если бы были какие-то специальные шприцы специальные прессы левая рука мозоль на правой руке устал большой палец зачеканивать финальную часть отверстия но все-таки я хочу сказать что с данной работой может справиться даже ребенок сложного здесь ничего нет мне понравилось также я хочу поблагодарить вас за участие в судьбе нашего канала за ваши лайки за ваши комментарии предыдущих и следующих видео за то что наша команда растет и с каждым днем мы становимся лучше и сильнее спасибо что посмотрели это видео до скорых встреч пока пока а